Люди ненавидят свою внешность. Из-за влияния соцсетей, что поделать? Ну, я Настя Джексон и сегодня, привет, кстати, разберу эту тему, даже, я бы так сказала, эту проблему современности, и в конце этого видео я все сделаю так, надеюсь, что я сделаю так, что вы больше не посмеете пожаловаться на свою внешность. Окей? Поехали. Я уже сделала видео на подобную тему, на данный момент это мое самое просматриваемое видео, так что я решила продолжить тему и, так скажем, закрепить пройденный материал. Что влияет на человека, что он перестает нравиться себе? Вот я скажу на своем опыте, да? До появления Инстаграма, то есть до 2013 года, когда я там зарегистрировалась, я, в принципе, считала себя красивой, с моей самооценкой все было хорошо, и тут, когда я зарегистрировалась в Инстаграм и вижу всех этих девушек, и я такая, вау, стоп, такие бывают? И постепенно моя самооценка начала приближаться просто к минусу, потому что мне мои фотографии перестали нравиться, потому что я смотрю на других и вообще 10 раз подумаю, прежде чем выложить какую-то фотографию. Это грустно. Но кто бы мне тогда сказал, что эти все снимки, это самый лучший ракурс человека, это самое лучшее фото из миллиона, которое он сделал. И, конечно же, фотошоп. Одна блогерша Инана сделала очень классное мини-видео, где показала, что бы было с человеком, если бы он выглядел в реальности так, как он себя фотошопит, где из абсолютно нормальных губ увеличивают зачем-то на фотошопе. Ну, то есть, вот откуда все это пошло. Из Инстаграма. А сейчас люди уже плачут от того, что Инстаграм отказался от этих масок с эффектом пластической хирургии. Столько заморочек придумали, а раньше хватало просто хорошего освещения. Привет! Здорово. Че-то спишь уже? Да, я уже в кровати лежу. Че-то хотим? Понятно, понятно. Слушай, завтра 50 рублей занять. Знаете, кого назвали самой красивой женщиной в мире? По какой-то определенной формуле золотого сечения по идеальным пропорциям лица? Белла ходит. И все бы ничего. Я ничего против Беллы ходить не имею, да? Если бы она не делала пластических операций. Ведь таким образом нам просто говорят, что красивый человек может быть только сделан. Ведь у Беллы ходит измененное лицо, верно? Я что-то не понимаю? Самый красивый человек на Земле это измененный человек пластическими операциями. И давайте не будем путать, когда операция необходима для какого-то физического или ментального здоровья человека, когда, допустим, ему нос изменили, и он просто зажил другой жизнью. Но, когда и так нормальный нос меняют из-за того, что насмотрелись на всяких моделей в Инстаграме, вот это уже проблема. Сейчас люди себе уже стали придумывать изъяны, да? Давайте начнем с самого давнего, что я помню, что придумали. Ведь раньше целлюлита не существовало. Он как бы был, но никто не думал, что это что-то плохое. Целлюлит это не заболевание, это норма женского организма. Но кто-то, я не знаю кто, кто это сделал, решил, что это плохо, и теперь все хотят от него избавиться. Идем дальше. Из-за чего стали увеличивать губы? Основоположником, конечно, является Джоли. Сейчас это Кали Джена. То есть, вот кто изменил наше восприятие о красоте человека. Идем дальше. Бэлла Хадид. Из-за нее люди теперь подтягивают свои глаза. То есть, делают вот эту операцию. Сейчас вроде как модно, когда у тебя вот, значит, вот такие глаза. Я не знаю. Я посмотрела на себя сейчас. Я не знаю. Идем дальше. И я увидела на днях кое-что похлеще всего этого. Одной... Так, сейчас... Подождите, подождите. Сейчас не ешьте только ничего. Отодвиньте макарошки, да, в сторону. В общем, послушайте. Одна блогерша, это женщина-трансгендер Джи Джи Горджес, решила, что ей не нравится, знаете что? Ее линия роста волос на лбу. И она пошла на суперсерьезную операцию. Даже... Она, наверное, не очень серьезна сейчас уже в Калифорнии. Там каждый второй, наверное, такое делает. Я не знаю. Но она очень жуткая. Представьте, ей отрезали кусочек кожи с волосами на голове сзади. Достали этот кусочек, значит, да? Зашили голову. Вытащили из этого кусочка волосы и всадили эти волосы ей в лоб. Как она хотела. Только представьте, на что люди идут. На какие операции. Кто-то написал, конечно, Джи Джи о том, что вот бы мне твою уверенность в себе, что единственное, что меня не устраивало в себе, это линия роста волос. Я не знаю. Я считаю, что в современном мире так много проблем. Зачем еще и эти надуманные внешности? Хорошо, что мы сегодня все собрались. Кто начнет? Доздроперма, может быть? Да, всем привет. Меня зовут Доздроперма и я уже 10 лет как ненавижу свой глубокий пупок. Здравствуй, Доздроперма. Кто следующий? Меня зовут Джоапа Сранчик и я ненавижу свой мягкий череп. Здравствуй, Джоапа Сранчик. Хорошо, может быть, новенькая хочет что-то сказать. Да, да, вы. Окей. Всем привет, меня зовут Настя Джексон и я люблю гладить птицам животики. Что, прости? Извините, наверное, не туда зашла. А, блин, извините. аниму, психопат, в следующую дверь. Да, ничего страшного, многие тут. Знаете, как оказалось, Инстаграм это не единственное место, где человек может себе, так скажем, нарисовать свою идеальную внешность, да, выдумать ее. Знаете, где еще такое возможно? Вы все знаете. Вы точно знаете, где можно быть кем угодно, какая угодная внешность. Sims. Sims моя любимая игра. Я играю в Sims 2. Меня никто не поймет, да, наверное, сейчас? Очень давно. И все отлично, да? Пока я не попала на одно видео, очень противоречивое, на официальной страничке Ютуба Sims, да, за Sims, где люди с определенными недостатками, как они сами это говорят, допустим, какой-то слишком темный цвет кожи, там, щель в зубах. В общем, все эти люди говорят, что играют в Sims для того, чтобы побыть другим человеком, чтобы уйти от реальности и побыть, кем они хотят. И я задумалась, разве это нормальная рекламная кампания? Разве нормально такое говорить? С одной стороны, да, эти люди действительно могут играть в игру и не думать о реальности. Но разве игра сделана для того, чтобы ты мог отречься от реальности? Я думала, это игра для развлечения, для того, чтобы топить в бассейне Сима, который тебя бесит. Ну уж точно не для того, чтобы ты уходил от реальности и был другим человеком. Не знаю. Слушайте, Sims, мне не понравилась ваша рекламная кампания. Ну а закрепим мы эту тему истории о Джеке Сабуридо. И, честно говоря, эта история на меня повлияла влияла больше всего вообще на моё мировоззрение и вообще произвело на меня очень большое впечатление. Джеки в 20 лет попала в аварию из-за пьяного подростка и так получилось, что она застряла в собственной машине, в которой горела. Она выжила, но её лицо и тело было просто изуродовано до неузнаваемости. Не то, что до неузнаваемости, а просто как будто это маска. Представьте, её жизнь просто вмиг изменилась. Она стала тем же человеком, с таким же голосом, с той же душой, но в другом теле. И что вы думаете? Её настрою можно было только позавидовать, потому что она шутила, веселилась, жила такой нормальной жизнью, которой она могла себе позволить. Даже она говорила, что позволяет себе плакать не больше пяти минут в день. Так вот, понимаете, пока мы здесь сидим и жалуемся на то, что у нас там лишний вес, там веснушки, я не знаю, короче, весь этот бред, мы перестаём ценить то, что имеем. Вот о чём я задумалась, когда услышала об этой истории Джеки. И вот почему я в принципе захотела сделать это видео. Так что не смейте жаловаться на свою внешность и перестаньте поддаваться на провокации в соцсетях, где они показывают вам, типа, как должен выглядеть человек. Я тут не пытаюсь из себя построить мать Терезу, которая вам говорит очевидные вещи. Нет, так и есть. Любите себя такими, какими вы есть, какими вас создала природа. Вот и всё. Вот так. Я думаю, есть много чего обсудить, так что пишите в комментариях и спасибо за ваш лайк, который помогает развитию моего канала. Всем пока. Если вы настаиваете... Жесть, мне... Если вы настаиваете... Дайте... Я люблю гладить птицам животики. Вот... Вот... Вы настаиваете... У меня там...